Время хоккея 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 Девушки отдыхают 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 Дальней хоккейной лиги это тоже вполне достойный вариант. Ну да, если учесть, что хозяева не играли, я думаю, что это не такое. Нет, хозяева как раз играли с чем-то лет. А, с шведы с чем, извините, Роман. Но тогда это будем считать маловато. Но вообще, вот вы сказали про посещаемость Мальме, но это при том, что Мальме играет не в высшем хоккейном дивизионе Швеции, не в элит-серии, куда они стремятся очень сильно, но там очень жесткий спортивный принцип отбора участия в элит-серии. Там 12 команд всего, и пока они не могут пробиться. Ну что же, встреча началась, и тройка Джоэля Лунквиста начинает эту встречу у команды Швеции, вопреки тому, что написано в техническом протоколе. Джоэль Лунквист в центре, Никлас Персо играет на краю, несмотря на то, что ЦСКА как раз постоянно он исполняет функцию центрального нападающего, является одним из лучших форобов оборонительного плана, и очень хорош на точках сбрасывания, но вот сборно играет на фронт. Джоэль Лунквист, капитан Прелунде, продвинец Эмрика Лунквиста, как теперь они вверх, и Фредерик Петерсон вместе с ним, вот 12 номером на левом краю. У россиян в первом звене, без изменений, Вадим Шипачев, 87-й центральный нападающий, Александр Радулов, 47-й, и Сергей Моязякин, 10-й. Кстати, вот о вернувшихся в строй. Такое впечатление, что был все-таки план попробовать Покарева в первом звене, но вот эта болезнь в карте тренерского штаба сборной России немного спутала. Сегодня Денис Покарев вернулся в строй, но вот заявлен он в четвертую тройку нападения, хотя, наверное, по ходу матча какие-то коррективы вынесены и будут. Илья Никулин, Евгений Бирюков, первая пара защиты у нас, пятая и сортовые номера соответственно. Второе звено, свой отрезок уже отыграла Александр Попов, 24-й номер центральный, по краям, 37-й, Александр Пережогин, 52-й, Сергей Широков. Место в воротах второй матч подряд занимает Василий Кошечкин, ну и, собственно, ему не привыкать. 50 с лишним матчей, почти 60 подряд, он провел от звонка до звонка в своей родной Северстале, установив рекорд российских переносов. Вторая пара защитников, Антон Белов и Евгений Медведев, который также матч с Финами пропустил по болезни. В третьем звене у нас Виктор Тихонов, 14-й номер, Михаил Вернаков, 18-й, 92-й, Евгений Кузнецов, Максим Чудинов, 73-й, Денис Денисов, 6-й. Пара защитников. И в четвертой пятерке у нас один номинальный защитник, это Яков Рылов, 36-й номер, Евгений Кетов, также на позиции защитников, заявлен 13-м форвардом. И четвертое звено в следующем составе Сергей Плотников, 16-й, 67-й Дмитрий Кривионов, 23-й Денис Кокарев. Синькула Белединов, главный тренер российской команды, Игорь Никитин и Дмитрий Мишкин. Полагают ему на этом этапе Еврококе-тура. Валерий Белов проводит восстановительный сбор, готовит свой Акбарс к решающим матчем в Кубке Гагарина. Что касается шведского состава, то место в воротах ожидаемое, что займет Юхан Густавсон. Иоаким Эриксон защищал шведские ворота в предыдущем матче, ну а Юхан Густавсон является чемпионом мира, среди молодежи. Образца уже встречаются... 2011. Да. Нет, 2012, это еще прошлое. Года. Первым было заявлено звено, представляющее Линчопинг. Здесь такая слетаная клубная тройка. Карл Содерберг, центральный нападающий, 17-й номер. По краям 11-й Симон Яльмарсон и 44-й Пэр Албрант. Снова играют они в одном звене и в своем Линчопинге, и довольно результативно действуют. На самом деле входят они в пятерку. Все трое лучше в бомбардировочных чемпионатах на данный момент. Первая пара защитников Николас Бёрстрём и Тобиас Овиклун. Третий и 16-й номера, соответственно. Дальше. Вторая пара защитников Юхан Франкен, 8-й. Матиас Бекман, 6-й. Третья пара Магнус Нюгрен, 32-й. Томас Скукс, 25-й. И тройка нападения Джимми Эриксон, 21-й. Оскар Линберг, центральный нападающий, 15-й. И Йонас Андерсон, 71-й. И в четвертом сочетании защитники Маркус Паульсон, 39-й. Даниэль Фернфон, 5-й. И тройка нападения Йеспер Фаска, 18-й. Денис Расмусен, 40-й. Тер Ослун, 22-й. И Тер Мортс, главный тренер шведской команды. Олег, внимательно следите за тем, что происходит на площадке. Делите какие-то пометки на полях в шляпе, что удалось подсмотреть уже на первых минут в этой сфере. Ну, на первых минутах встречи шведы выглядят немного предпочтительнее, владеют инициативой, очень четко контролируют шайбу, особенно в начале атаки, в своей зоне. То есть проблем нет у них с организацией. И уже несколько таких опасных моментов они создали в наших ворот, но наши вышли готовы к работе на оборону и очень на пятаке, играют очень плотно и довольно жестко, не давая возможности добивать шведам, которые вот так агрессивно настроены. Вот один из моментов, мы видим, да, вот здесь и в отправлении. И пытался добить, но здесь очень внимательно, наверное, в данном эпизоде Яков Рылов сыграл. Да, «Есперфаст» там вырвался из-под опеки, вырвался было. Первым был на шайбе, но помешали ему бросить. Снова шведы в игру бросали в своей зоне мчаться к нашим воротам, и Василий Кошечкин вступает в игру. Похоже, что рикошет от слюшки защитника, и шайба покинул пределы площадки. Говорилось перед началом турнира о том, что два матча сыграет Василий Кошечкин, один отводок наставники российской команды Константину Барулину. Ожидали вы, Олег, что два матча подряд сыграет Кошечкин? Ну, вы знаете, тренер-вратарей Владимир Мышкин после первой игры сказал, что мы еще подумаем, кто будет играть в следующую игру, потому что здесь два дня был перерыв, я думаю, с этим связано. Вот, и вот по каким-то соображениям вот решили, что Василий проведет вторую игру подряд. То есть было времени для отдыха у него, поэтому, ну, я не знаю, из каких соображений, но во всяком случае решили вот две игры подряд дать Василий. Разбирали наставники российской команды игры в шведской сборную. В полном составе тренаж-представки на матчах между сборами Швеции и Чехии. Подготовку к этой встрече россияне не форсировали, там довольно утомительный переезд был с Санкт-Петербурга в Мальмё. В четверг дали возможность выспаться хоккеистам и на 16 часов назначили первую тренировку. Выиграли наше выбрасывание в своей зоне. Кузнецов закатывался на патачок, передачу от партнера не получил, уже за воротами вынужден пытаться навязать борьбу шведскому оппоненту. Так, а с бэкмэн ему. Да, хорошо, Кузнецов отвоевал шайбу одного шведа, но немножко хотел уж совсем вылезти в середину, из-под двух соперников не позволили. Ему можно было проще сыграть и надежнее в глубину отправить шайбу на партнера, в глубину зоны. Смена по ходу игры происходит, хорошая диагональ проходит. Кокарев в углу, сбрасывающийся мяч соперника, идёт дальше до лицового борта, но проводит против него. Натнулся на другого. Да, жёсткий силовой приём, и шайбу Денис Кокарев потерял. Шведы, ох, как опасно, потащил шайбу через свой патачок. Очень хладнокровно в своей зоне, шведы действуют. Но, похоже, не рассчитывал здесь швед на то, что сумеет этот вираж заложить Сергея Плотникова и остаться рядом в пределах досягаемости. Шведы пятером пытаются организовать позиционную атаку, но не проходит передача отсидной линии, и шайбу выскать её в среднюю зону. Наши пытаются активную игру навязать шведам, но те пока успевают за счёт точных передач и вот таких смелых, уверенных действий с шайбой не терять. Не терять её в своей зоне, но вот здесь наши очень хорошо перед синей линией поставили заслон, перехват, но в контратаку убежать не смогли. И сразу шайбу потеряли. Вот шведы здесь тоже очень активно играют в нашей зоне. Хозяева турнира шайбу в своей зоне контролируют. Наши пытаются навязать сопернику прессинки, собственно, справляются с этой задачей. И о выходе в атаку слаженном речи не идёт. Потеряли шайбу шведов в средней зоне, но тут же нашим. Ну вот здесь, конечно, нежелательно вот эти потери в средней зоне. И снова Александр, нет. Радулов тут как раз за партнёра полетел заступаться. Атака сзади, не исключено, что сейчас получит Радулов дисциплинарное взыскание. Но вот Шипачёв, там, кативший в сторону своей скамейки запасных, был атаковывал. Радулов объясняет арбитрам, что против его партнёра было нарушение правил. Грубое, как он считает. Удар коленом, как трактует такое нарушение. Но не видели мы, поднял ли... Да, вот удар коленом. Не видели мы, арбитры подняли, зажгли нарушение или нет. Но Радулов решил здесь наказать виновного по-своему. Страстям арбитры разгореться не дали. Терр Арлбран отправился на скамейку строкников и шведов. Вот так, что это потому, что арбитр показывает, 4 на 4 команды будут играть. И по 2 минуты даёт он участникам этого инцидента. Да, похоже, по 2 минуты получили всё-таки... Да, как подножка был расценен фолд Арлбранта и Радулов за кругу. Нарушение за минуту зафиксировали судьи его шведы. Не знаем, задним числом только, или уже была поднята рука арбитра, потому что судьи у нас всех, естественно, в кадре не видели. Кстати, о судьях. Яри Левунин и Мико Хауко, Хауко Хари, два финских арбитров. Средрик Хуэриксон и Собиас Хастер, два из Швеции. Арбитры линейные места. Ну что, 4 на 4. Команда будет играть 2 минуты. Посмотрим, к чему это приведёт. Привыкли мной, что очень активно в таких ситуациях действуют шведские защитники. Здорово поддерживают они атаки своей команды. За счёт чего вот при игре, в этом разрезном пространстве, иногда, любым... Даже не иногда, а практически над любым соперником шведы способны получить преимущество. Ну да, здесь потому что 4 на 4 немножко другой тактический характер, чем 5 на 5. Всё-таки, когда 3 на 3, больше шансов, больше вариантов обыграть, чем 2 на 2, да, когда нападающий. Поэтому здесь при такой активной игре всё-таки вступает, включается ещё защитник в помощь. Но это тоже в определённых моментах опасно, чревато контратакой. Поэтому определённый риск в этом есть. Пережогин тянулся к шайбе. Ну вот как раз включение защитника. Но не удалось ему в этом кистовальном итоге проткнуть. Вот так, ну когда подключился к этой атаке игрок обороны, Даниэль Фернхольм, шайбу в среднюю зону выброшил. Вверх он, видимо, уже успел в оборону. Да-да-да, пытались тут через как раз его зону наше выйти в контратаку. Высилием Экезионова, но вот как раз Фернхольм его настиг и шайбу забрал. Рылов забрасывает из него там за чужие ворота. Через 15 секунд в равных и полных составах будут играть команды. Это же пол. В равных они играют и сейчас. Кошечкин выходит из ворот. Полных в составах команды. Радулов появляется на льду, катится на патачок. Там бросает его партнер с острова угла и приходится вступать в игру. В шведском уголкиперу. Вавар Адулов. Всячно пытался обыграть защитника, используя закругление ворот в качестве стенки. Да, довольно остро действовал Михаил Варнаков. И бросок его, хоть и угол был, и островат, все равно был опасен по воротам. Здесь прострел вдоль ворот, контролировал все Василий Кошечкин и перехватил эту шайбу. Вавар Адулов. Чудинов очень активно сыграл на синей линии соперника. Зону закрыл, но, тем не менее, на нападающие там к шайбе не успели, которую он заправил в глубину. Тем более, в этот момент смена происходила по ходу игры. Более половины периода у нас уже позади, счет не открыт 0-0. Ну и более того, согласно данной статистике, наша команда пока не открыла счет броскам. Чужим воротам такой 0. Значит, у россиян, видимо, в створ еще не попадали. И 6 бросков. Среду уже произвели, но с другой стороны... Ну, мы видели только что на повторе, когда Пережогин переправлял шайбу, она попала в створ. Помним бросок Михаила Варнакова, тоже который вратарь отбил. Ну, видимо, не посчитали это достойным поводом улучшать статистику российской команды. В любом случае, в матче против команды Чехии шведы своих оппонентов перебросали это в дрызг. 37-23 соотношение бросков. Может быть, там так же считали? Может быть, там так же считали, но с другой стороны, и остроты в этих бросках было совсем немного. Пережогин очень активен. Александр в первом периоде этой встречи. Ну, здесь сразу три шведы его атакуют. Конечно, очень жестко и в сложную ситуацию попал наш нападающий. Хорошо. В средней зоне встречает Медведев своего оппонента. Не стал миндальничать и показал шведам, что, в общем, не только они могут навязывать нашим нападающим силовую борьбу. Тихонов приходит на помощь Белов. Но шведы продолжают контроль над шагой сохранять. Да, Белов пришел на помощь со скамейки запасных. Не вовремя партнер Медведева поехал на смену. И некому тому было отдать передачу. А его в своей зоне атаковал шведский нападающий. Пришлось просто по борту на свободный лед эту шайбу запустить. И там уже Белов только в борьбу успел вступить, выскочив со скамейки. Да, вот смены тоже надо проводить своевременно. Ну, здесь Василий игру остановит, дав передвижку. Прозвенел звонок, весьма напоминающий школьный. Сменирующий о том, что коммерческий тайм-аут сейчас. Включает возможность хоккеиста дополнительно остановиться перевести дух. Да, тут неприятно. В данный момент, да, Широков попал под силовой прием. Но там как раз, где заканчивается заградительное стекло. И он прям в край этого стекла влетел. Будем надеяться, что без последствий. Так можно, в такой ситуации можно травму серьезную получить. Ну, вот и пережоги, надеюсь, довольно жестко атаковал Джоэль Лунквист. Центральный нападающий на миналь за второго. По протоколу, согласно протоколу, второго звена. Но вот на праве и первого сегодня есть и российские болельщики. Ну, нашим людям и расстояние непрепятствует, если хотят они поддержать свою команду. Убрасывание у ворот российской команды шведы. Это единоборство выигрывают. И опять такая попытка бросить из неочевидной ситуации. Собственно, вот и раз во встрече с чехами. Атаковали при первой возможности. Но при этом чехи очень грамотно играли в обороне. И второму броску по самому воротам состояться уже не позволяли. Ну, а с тем, что было, Салак кипер-чешской команды справлялся на ура. Тем более, что с особым настроением на эту встречу уходил. Потому что Салак сам играет в Швеции. Терри и стадии, если я ничего не путаю. Так что почти все нападающие шведской сборной были ему прекрасно знакомы. И действительно было ему приятно всех их оставить с носом. Читаясь баранкой в графе заброшенные шаги. Менее шести минут до конца первого периода. Счет пока не открыт. 0-0. Россияне идут в очередную атаку. Александр Радулов выбирается на пятачок. Но в ближнем бою не удается ему переиграть голкипера. Шайба влетает в воротах. Лунквист показывает всем, что был голкипер блокирован. Кем-то из игроков российской команды. Но это должны были арбитры зафиксировать в поле. Это не повод для видеопросмотра. Ну вот вы знаете, вот именно вот эта шайба, это последствия и заслуга действий крайнего нападающего. В данном случае Александра Радулова. Который смело пошел в такой силовой манере. На пролом сюда с ближней штанги. Вылезал на ворота. Снес там всех. И вратаря, и все что было. И вот давайте посмотрим. Вот здесь снес. И благодаря этому вот, пожалуйста, Никулин расстреливает ворота, которые никто не готов защищать благодаря действиям Радулова. Никаких нарушений со стороны Радулова не было. Здесь еще партнер его. Да, единственное, что нейтрализовывая вот этот выпад Радулова, как раз получил травму. Шведский голкипер. И, ну, здесь еще Шипачев шел на пятак. И вот такие действия нападающих, видите, привели к тому, что наш защитник расстреливал ворота, незащищенные практически. Надо было только попасть мимо тех игроков, той кучи, которая там была. Ну, а теперь там можно спорить, не спорить. На табло 1-0. Ну вот, смотрим мы повтор этого момента. Вот здесь. И типа чувствовал боль в бедре. Шведский голкипер. Эпизод уже продолжался. Но вот болевой шок не позволялся. Ему вернуться в игру. Клюшку отбросил Густовсон. Свой защитник привез Шипачеву туда, в это столкновение. Получил Густовсон какое-то повреждение. Ну вот, что, игра продолжается до свистка. Арбитры этот свисток не дали. И в итоге Никулин открывает счет. А в этой встрече Персон продолжает, как это правильно сказано, в книге правил, получать консультацию арбитра по поводу этого игрового эпизода. Но эта консультация ему явно не удовлетворила, судя по тому выражению лица, с которым Персон вернулся. Рассказники запаснут свои команды. Ну что же, Илья Никулин. 1-0 и 5,5 минут до окончания первого периода у нас остается. Да, вот это наглядный пример того, как должны действовать агрессивно нападающие, идти на ворота. Ведь когда нападающий идет на ворота, соперник, он привозит туда и игрока, который его опекает. То есть зачастую эти свои же игроки вратарю не помогают, а мешают вот в таких ситуациях, как мы видели сейчас. А вот шведы. Шведы с начала игры пытаются делать то же самое. Мы видим, какой они трафик создают здесь перед воротами. Ну и так, возвращаясь на скамейку запасных, победно Радулов глядел в направлении соперников. Ну, он своего добился. По многому, благодаря его усилиям, Шайба действительно влетела в ворота шведской команды. Ну вот, хорошо, что хоккейные дела не расходятся у Александра. Скорее так, затмевают те дисциплинарные вещи, которые допускают. Десятиминутный штраф, необязательный в выездном матче, в вынесенном матче. Ну, а затем великолепная игра в третьем периоде. И пас на Шипачева, который мог забросить победную шайбу, если бы не грубейшая ошибка в конце третьего периода российской команды. Здесь получил двухминутное удаление. Так, поехал вершить самосуд. На мой взгляд, легко отделался Александр в том эпизоде. Двухминутный штраф убежал за грубость. Однако, вот здесь тоже по часу и сделал гол в ворот шведской команды. Ну, насчет его удаления здесь, можно так, в оправдании ему сказать. Мы не видели, была ли поднята рука арбитра. То есть, потому что мы на повторе видели, перед тем, как толкать соперника, Радулов оглянулся на судью. И, может быть, не была поднята рука, мы не знаем. Вот, потому что бывает, что судьи задним числом отдают эти обоюдные удаления. Так, Кузнецов здесь сыграл в игрока. Что он, руки вверх поднял арбитрой? Атака с формулировкой грубости. Грубость такая, она размытая формулировка, то, что она в данном случае означает, непонятно. Грубость обычно, когда... В данном случае, Олег, она означает то, что шведы получают численные преимущества, и ближе к 4 минуту будут играть 5 на 4. Какое именно нарушение углядели в действиях Кузнецова, судья, но, видимо, вот, грубость за грубость, когда по лицу рукой бьют, тоже за грубость, да, удаляется? Да, у шведов замена вратаря, прошу прощения, Олег готовится. Йоким Эриксон выходит на площадку, не может продолжать эту встречу Юхан Густавсон. Очень жаль, смазанным такой получился матч для галкипера золотой шведской молодежки. И Йоким Эриксон, галкипер Шелептео, занимает место в воротах, тоже достаточно молодой. Пекис 23 года ему в этом году исполнился. Молодец Василий. Бросок был мощный, плохо видел он его, и ситуация была очень непростая. Там шайба металась, но перекрыл весь низ. Василий и нашел эту шайбу, вот мы видим, да, игрок здесь как раз проезжал, и вот с отскоком наш вратарь сумел совладать и быть самым расторопным на пятачке на своем. Слетанное линчопингское звено на площадке у шведов. Арлдранд, Сёдерберг и Йолморсон. Трое из пятерки лучших бомбардиров шведской элит-серии пытаются численное преимущество использовать. Сейчас шайбу довольно оперативно доставляют они за нашу синюю линию. Ну а дальше, дальше следует бросок. Кошечкин далековато из ворот выкатился, но тем не менее сокращал он угол обстрела. Ну и по тому, как сейчас тоже Василий выкатился, но второй раз выручить не смог. Бросок был неотразим. Самое неудобное место под блин на щитком, самый угол. И как раз вот Карл Сёдерберг открывает счет на радость с трибунам. Дело в том, что муроженец Мальмио играл за эту команду еще до того, как она ухнула в Волг-Свенском. И вот теперь он сравнивает счет в этой встрече. Шведы использовали численное преимущество. И вновь как в матче с финами первое же наше удаление соперник реализует. Да, но здесь вот неприятный момент. То, что два раза подряд два броска были как раз из самой опасной позиции. И как-то наша четверка располагалась, что как раз самую опасную забивную зону оставляли открытой. Но вот не исключено, что как раз поэтому Кошечкину приходилось так далеко выкатываться из вороток, затыкая эту брешь. Кошечкин делал все правильно. Он сокращал угол обстрела. Но первый раз он выручил, ну а на второй здесь... Я ни в коем случае не говорю, что Василий что-то сделал неправильно. Ну вот, выручить свою команду не удалось. И в полном составе играет российская команда. Шведы использовали свое численное преимущество. 2.49 до конца первого периода у нас остается. Но будем надеяться, что столь же четко наша команда будет действовать в большинстве, когда ей такая возможность представится. Она представится должна, рано или поздно. Хотя вот мы видим по началу этого матча так, пусть и жестко, но в рамках правил стараются действовать шведы. И скорее всего там случилось. Шипачев все-таки не злой умысел. Да, там технический момент. Просто Шипачев увидел соперника и уходил от него в последний момент. И там получилось это нарушение. Сбодрила эта заброшенная шайба в шведскую команду, вне всяких сомнений. И снова пытаются они что-то придумать в нашей зоне, уже при игре в разных составах. Петерсон, Лунквист и Херсон. На площадке сейчас у команды Трохкорон. Белов. Атакует его соперник. И в итоге забирают шведы шайбу. Вязкая борьба здесь в углу площадки. И вот наше первое звено. Мы вынуждены заниматься тем, что выгрызает шайбу у соперника. Неподалеку от собственных ворог. Вместо того, чтобы по идее пытаться что-то придумать ворог чужих. Перехвачена эта длинная передача Шипачева в цернформом в районе красной линии. И вот теперь будем выходить за счет более командных действий. По крайней мере план был такой. Но опять же потащил здесь шайбу игрок и потерял его в средней зоне. Да, Широков это был. Шведы, как обычно, очень грамотно тактически действуют. Поэтому не просто так в среднюю зону проходить. Не просто так даже начинать свои атаки. Последняя минута первого периода начинает свой отчет Пережоген. С неудобной руки выбрасывает на пятачок. Там добавить было некому, но шайба отлетела. Отлетела удачно к партнеру, к Попову, по-моему. Или к Широкову. Но его бросок в среде заблокировали. Смена Сосавов. Тихонов, Варнаков и Кузнецов уже появились на льду. Неточная передача на Варнакова. Снова отправлена шайба в зону российской команды. Опять так пытались как можно быстрее доставить ее на пятачок из шведской команды. Калмарсон. Очень хороший выход из зоны. Здорово. Не будет у шведов. Да, и не дали все-таки бросить нашему нападающему. Да, но всего лишь две секунды будет в первом периоде на то, чтобы компотаться этим шансом в большинстве воспользоваться у российской команды. В два паса отличную атаку организовало наше звено. Сначала, по-моему, Кузнецов там на выходе из зоны здорово сыграл на Тихонова. И потом хорошо в середину открылся Варнаков. Ну вот Карл Содерберг, автор шведской заброшенной шайбы, отправляется на скамейку Штрафников. Вернее, наоборот. Значит, Варнаков хорошо сыграл на выходе из зоны, а Кузнецов открылся в середину, получил от своего центрального передачи. И вот такая в два паса очень острая атака. Запоминающаяся сирена на арене в Мальме. Еще объявляется воздушная тревога, которая, по удивительному стечению обстоятельств, совпадает с началом первого перерыва. А в этой встрече вот как забрасывались шайбы. В этой встрече рейд Александра Радунова посеял панику и давку на пятачке. Увы и ах, получил травмо. Дал теперь шведская команда в этом эпизоде. И не мог он уже выручить команду после броска Ильи Никулина. И вот так шведы отыгрались в большинстве. Содерберг, никем не атакуемый, пробил. А Василия Кошкина этим броском шведы использовали. Численное преимущество первое же в этом матче. Таким образом, 1-1 у нас после первого периода. И сейчас яркая красочная реклама.